Продолжаем проходить на эксамонов. Предыдущая серия у нас казалась довольно скучной, потому что мы попали в такое место, где очень много людей и совершенно нет действия. Одни только сплошные диалоги, и за всю серию у нас была буквально одна короткая битва с рыбкой, которую мы поймали своей новой удочкой. Это печально, я надеюсь, что такого больше не повторится, а то как же так получается, что игра про эксамонов, в которой нет эксамонов, одни только жалкие людишки. На самом деле и в покемонах такая же проблема. Я уже, кажется, не раз говорил, что Покемон Вестери Данжен хорош как раз тем, что там вообще нет людей, и покемоны забрали все сюжетные роли. Что, конечно же, логично, ведь игра про покемонов, а не про людишек каких-то жалких. Так, ну всё, хватит болтать, пока я тут не начал заговариваться ещё больше. Кстати говоря, я уже, кажется, перебрал большую часть всех наших спутников, нужно будет их всех менять ещё в соответствии с регионом. Вот у нас остался раз, два и три, кажется, всего-то. Нужно будет их всех поперепроверять за все серии, и потом выбрать кого-то одного, кто будет сопровождать нас до самого конца игры. Так, мы сейчас находимся в песчаном регионе, где нам нужно найти местного смотрителя, потому что его теперь ищут агенты Нексагарда, потому что он якобы там вербует кого-то в ряды Нексалорда. А предыдущие смотрители, видимо, этим не занимались, поэтому Нексагарду было плевать, несмотря на то, что они тоже были назначены Нексалордом, и, соответственно, тоже злодеи. Ну, всем пофиг, видимо. Так, вполне очевидно, что вся эта задача ложится именно на нас, потому что полиция ни на что не годна, и нам нужно найти сейчас местную чемпионку волейбола и выспросить, что же она знает о смотрителе, и почему он за ней якобы охотится. Хоть и кажется, что мы эту чемпионку уже где-то видели, ну, может быть, нам это просто кажется, так что давайте же выясним, чем же она там занята. Правда, её тут, кажется, кое-кто охраняет, поэтому придётся пробиваться силой и решать наши дела по-мужски, с помощью битвы Нексамонов, разумеется. Эй, отойдите! Меридо очень занята практикой, я не могу вас впустить. Сдвинься, я агент Нексагарда. Что? А что? Какие дела у Мериды с Нексагардом? Я не верю тебе, ты просто ещё один фанат, который пытается прокрасться. Прочь с дороги, она может быть в опасности. Это как раз вы те, кто будет в опасности. Получайте! То неловкое чувство, когда мы не прокачали навык убеждения, поэтому не удаётся обойтись без битвы. Придётся начистить морду этому очередному качку. Ну, конечно, с такими Нексамонами он реально похож на Тело Хранителя. С такими опасными и страшными. Вернее, угрожающими. Так-то они все няшки. Вот это, кстати, предэволюция спурка, которую мы уже видели. Тоже странно, конечно, что... Нексамоны, вроде бы, получают всё новые и новые уровни и становятся всё выше, но почему-то нас по-прежнему отравливают неэволюционировавших, хотя они уже давно прошли уровень, где они должны эволюционировать. А это, кстати говоря, последний стартер, которого я с собой не взял. Каменная горилла. Эх, что поделать, места не хватило. А всё-таки... Такие Нексамоны у меня самые, так сказать, наименее любимые. Имеется в виду, которые похожи на приматов. Так, нас парализовали. Я думаю, в обычных битвах, где играет обычная трейлерская музыка, вполне можно поболтать о чём-нибудь, правда? Например, о том, как можно кого-нибудь взорвать. Да, неэффективно, конечно, но всё равно красиво. Что? Вы на самом деле из Нексадарда? Он это понял, потому что мы ему навтыкали, или что? Ух, не плевать, кто вы. Мы пойдём и защитим Мериду. А чё они могут сделать? Мы можем их теперь просто отпинать своими Нексамонами. Хм. В чём дело? Мерида. Мы не видели это имя в сообщении Нексалорда. Так почему он хочет её похитить? Хорошая мысль. Но у меня такое чувство, что мы её очень скоро узнаем. Пойдём. А почему этот мужик не дерётся? У него что, тоже нет Нексамонов? Я знаю, что у Лукера в покемонах не было своих покемонов. Кроме одного Кроганка, которого он явно с собой не таскал, вроде бы. Но в любом случае, какого фига? Почему опять должен ребёнок всех спасать, когда у нас буквально ходит с нами взрослый дядька, который должен быть вооружён лучше, чем я? Нечестно, нечестно. Ну хотя ладно. Не будем придираться. Будем развлекаться. Тем более, что из-за того, что дерёмся мы, как раз мы получаем, так сказать, право выбить денежки себе в карман. Хе-хе-хе. Так. А вот и наше подозрительно знакомое действующее лицо. Где же мы её видели? Хм. Это они? Они те, кто пытаются прервать твою тренировку. Они говорят, что они относятся к Нексагарду. Давайте преподадим им урок. Стоять. Пожалуйста, не вредите им. Я хочу услышать, что они хотят сказать. Нас проинформировали, что ты думаешь, что Нексалорд тебя преследует. Я должен спросить тебя... Попросить тебя рассказать мне всё, что ты знаешь. Нексалорд. Да, это правда. Он преследует меня. Я знаю секрет. Я знаю его секретную слабость. Слабость Нексалорда? Ох, аж покраснел весь. Засмущался. Да, только я знаю, как победить его. Ну, поскорее тогда, расскажи нам секрет. Я не могу довериться каждому. Не могу доверить кому угодно этот секрет. Однако, есть способ, чтобы вы доказали мне своё достоинство. Ох, дай-ка угадаю. Ты хочешь битву на эксамонов? Что? Нет. Битва на эксамонов это варварство. Ужасно. Хоть кто-то это понимает. Ха. Ну, полагаю, ты не такая безумная, как все остальные. Вместо этого я бросаю вам вызов в матч волейбола. Что? Если ты сможешь одолеть меня в матче волейбола, я расскажу тебе секрет. Но, если ты проиграешь, тебе придётся отдать мне что-нибудь ценное. А что ты хочешь от нас? Это сверкающая штука. И нафига я её достал? Нексаядро? Поверь мне, ты не хочешь эту штуку себе. Это моё единственное предложение. Побейте меня в волейболе, и я расскажу вам, как победить Некса Лорда. Проиграйте, и вы отдадите этот сверкающий Некса Ядро. Это безумие. Но если она правда знает слабость Некса Лорда, тогда, наверное, стоит попробовать. И внезапно, кстати говоря, да. Это буквально единственная мини-игра на всю серию, которая нас сейчас ждёт. Это не шутка, она реально будет. Мерида лучшая, она лучшая. Тебе лучше идти домой, ребёнок. Мерида тебя уничтожит, никто её не одолеет. Как ребёнок вроде тебя должен одолеть Мериду? Даже шанса нет. Давайте проверим. Ты готов к нашему матчу по волейболу? Если ты выиграешь, я расскажу тебе величайшую слабость Некса Лорда. Но если ты проиграешь, ты отдашь мне это прекрасное Некса Ядро. Может быть, позже? Ну хорошо, буду ждать, если ты передумаешь. Действительно, куда торопиться? Не то, чтобы за тобой кто-то мог охотиться, правда? Ладно, попробуем. Отлично, сделаем это. Ох, начинается единственная мини-игра за всю игру. Внезапно. Не нервничай. Я всего лишь-то мировой чемпион волейбола. Действительно, какая мелочь. Дай-ка я тебе проведу небольшое обучение. Ага. Сначала я брошу мяч. Смотри, мяч идёт к тебе. Это твоё... Твоя шкала реакции. Просто нажми кнопку, когда стрелка находится на зелёной зоне, чтобы вернуть мяч. Оп. Отлично. Первый, кто набьёт три очка, выиграет матч. Хорошо? Сделаем это. Ух, поехали. Хорошо. Как видите, игра достаточно простая. У меня вроде бы время не ограничено на реакцию, поэтому... Неплохо. Какого? Неплохо? Полагаю, я тебя немножко недооценила. Ха-ха. Продолжим. Интересно, что будет, если проиграть? Я даже не пробовал, на самом деле, ещё при первом прохождении. Ну, в общем, и не стоит, наверное. Вау. Это было довольно легко. Ну, полагаю, теперь мне придётся играть серьёзно. Приготовься. Я больше не буду тебе поддаваться. Ух. Ну, давайте. Единственная мини-игра за всю игру. Ух, как же это жёстко. Это было легко. Слишком легко. Ну, это было немножко разочаровывающе. Этот ребёнок просто одолел Мериду? Может быть, ей нехорошо? Не знаю, ребята, я думаю, что она просто плохо играла. Она... Что? Отстой? Фраут, фраут. Ты думаешь, что она читерила на прошлом состязании? Теперь в этом есть смысл. Ух, думаю, я ухожу. Да, я тоже. Полагаю, Мериду на самом деле не такая уж крутая. Ой-ой. Сломали жизнь, бедные девочки. Нам очень жаль насчёт этого. Что вы наделали? Эй, успокойся. Это просто тупая игра. И ты довольно плоха в ней. Заткнись! Заткнись, заткнись, заткнись! Миньоны! Ой-ой. Это что все значит? Я пыталась забрать у вас Некса ядро хорошим способом Но это больше не имеет значения Вы хоть понимаете, кто я такая? Я, Мерида Чемпион воды Да ты прикалываешься Вы уничтожили мою репутацию Теперь я уничтожу вас Из этого мира Сотру вас Приготовьтесь Ой, Мерида Кто это сказал? Этот голос Ух Привет, дорогая Так-так-так Ты, наверное, ребенок, который забрал Наше драгоценное Некса ядро Ох, приятель, Некса лорд в ярости Ты, правда, сумел его такими сделать, приятель Кстати, меня зовут Зетта Что ты сделаешь? Что ты здесь сделаешь? Проваливай Нам нужно уходить, Мерида Что? Почему? Твое маленькое выступление Привлекло внимание Некса гарда Все их агенты уже движутся сюда Понимаешь? Тик-ток, тик-ток Я не хочу быть здесь, когда они придут А ты? Ну, Некса ядро Нам оно нужно Мы уже нашли ядро Замену Теперь уже не важно Пойдем в штаб, хорошо? Большой босс Хочет нас там увидеть Разойтись Вот это морпехи, конечно Эти ребята никогда ничего не делают Как и ты, блин Ух, я уже устал от этого места Да, она действительно довольно плоха в волейболе Увидимся в следующий раз Стоять! Я агент Брюс Форте из Некса гарда И ты арестован Я за тобой, мой друг Отвали... Отойдите Ай Вот поэтому надо носить с собой оружие Один эксамонов Брюс Знай свое место, человек Когда отец пробудится Вы все преклонитесь перед нами вновь Ух, этот парень Правда, умеет ударить Мы должны немедленно позвать Некзагард А может лучше медиков? Некзагард уже как бы здесь ничего не сделает Поздновато Вот приперлись какие в полном параде Какие красавцы пафосные, да? Когда они уже нахрен не нужны Понятно Голубоволосая девушка Одна из чемпионов Некса Лорда Значит она не смотритель, которого мы искали Ее присутствие Создало опасность над всем городом Нам придется Нам придется отменить карантин И эвакуировать всех Конечно это означает, что Смотритель тоже сможет спастись Вам, ребятам, стоит покинуть полмаю тоже Мы позаботимся об агенте Брюсе Нет, вы должны найти смотрителя Иначе армия Некса Лорда продолжит расти Но как? У нас же нет ни одной подсказки Думайте, думайте Он запланировал все это Чтобы сбежать из полмайи Чтобы отменить карантин Он привел нас к Меридия Они планировали это вместе Тот мужик в ресторане Хендрик Мы должны найти Хендрика Пока он не сбежал Только вы можете остановить его Акзагард слишком занят Преследуя Мериду А вот эти трое Которые стоят здесь перед тобой Они значит ничего не делают Мы тебя не подведем Они заплатят за это Ну у вас, конечно, и логика Нет, я, конечно, не хочу придираться Но, блин, сюжет, конечно, немножко, конечно, уже Раздражает этими моментами Которые сильно напоминают покемонов В плане того, что Все, кроме главного героя Бесполезные куски дерьма Которые ничего не могут сделать И вечно мы должны все разруливать Эх, блин Как бы хотелось, чтобы хоть кто-нибудь Нам уже наконец-то помог А не так, что опять сейчас я В одиночку пойду воевать С этим вашим Хендриком Ну ладно Пойдемте мочить этого Вполне очевидно злодейского парня Который, вполне очевидно Собирался нас отправить в ловушку Потому что мы этого не могли предвидеть, разумеется О, опасная музыка играет В таком, главное, мирном, добром месте В этом месте стало довольно тихо Очень тихо, да, однозначно Хендрик наверняка знает, что мы пришли за ним Тебе стоит приготовить своих Нексамонов У меня плохое предчувствие Хотя, знаете что? Я, наверное, все-таки потом Поставлю обратный бэкап сохранения И посмотрю, что будет, если проиграть Мериди Мне чисто интересно все-таки Заснять это Ну, когда мы эту серию закончим Сначала пройдемся и поищем этого самого мужичка Подленького Такая угрожающая музыка В таком мирном месте Такие добрые поваря Повара Эм, привет Не хочу вас разочаровывать, ребята Но ваш босс работает на Некса Лорда Ой-ой Как они это делают вообще? Конечно Зато они немногословные Уже радуют А то и любят все потрепаться Переделок начать В очередной раз Позорно сливаться Нашему прекрасному скунсику Эй, в смысле Они что, забрали моего котенка Который за мной бегает сейчас Капец Вот же сволочи Придется его теперь скушать Эх И место тоже такое красивое Мирное Ну, просто немножко не подходит Для Такой Серьезной сюжетной сцены Ой, кажется я что-то забыл Да? Блин Я забыл подлечиться Что-то у меня Мой скунсик, к сожалению Немножко Сдыхает Давайте-ка Потратим еще один ход Дополнительно на это дело Только не используй Фух Не используй каменную атаку Потому что боюсь Что все наше хп Все равно слетит моментально Если нас хоть один раз Ударят камушком Ой, блин Я ведь уже играл Я это все уже знаю Насколько это опасно Так Мы с этим церемониться не будем И опять Три наксомонов на четверых Один, видимо, без них Нафига он тогда нужен? Понабирают по объявлениям Всяких там миньонов У которых даже оружия нет Вам лучше рассказать нам Где ваш босс прячется Давай пойдем за ними Видимо этих вообще даже Говорить не научили Буквально ни одного слова От них не услышали Я за всех разговариваю Ох, капец Зато мы можем заглянуть на кухню И под опасную Мрачную Серьезную музыку Изучать кастрюли С супчиком Что у нас тут еще есть Овощи какие-то Что там Лук Помидорчики Арбузики Или что это Здесь у нас морковочка Горошек Так, тут у нас что-то вкусненькое На плитке готовится О, а вот и ништячок Я как раз это искал Суперезель Как-то не очень Так, а это у нас что? Редиски Или это свекла Фиолетовая такая Ах, это ревайвы Вот оно что Всегда нужно добавлять Супрревайвы Это однозначно Придаст вкуса Чей-то офис Интересный Блин, я все время Люблю разглядывать Эти декорации Но сейчас, конечно Тут у нас опасная ситуация А, или нет Все это место Было за рестораном Этот Этот Хендрик Наверное Рекрутировал Сотни миньонов Для Нексолорда Вы так говорите Как будто миньоны Это какие-то животные Что их можно Рекрутировать 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 И если не будет Хендрика То некому будет их Рекрутировать Этих животных Тупых Ох Тем более Ты же сам сказал Что они ничего не делают Поэтому какая разница Пускай рекрутируют их Хоть тысячу Пускай они там Все только лишний раз Из воды выскакивают А, вот они и повыскакивали Накаркал, блин Хе-хе То есть они реально В своих масочках Там прячутся под водой И ждут момента А мы в это время Могли, собственно Начать в этой траве Сейчас Ловить Нексамонов И бедным мужичкам Пришлось бы и дальше Сидеть там под водой И булькать Дожидаясь Когда мы наконец-то Подойдем к мостику Ох Мне даже хочется Идти и чисто поиздеваться Над ними Ну ладно Не будем, конечно Так Давайте лучше Накостыляем Кому-нибудь хорошенько Ой, как же я люблю Моего скунсика Такой же он классный Как он классно От всего уворачивается Няшечка Все, готово И обратно Десантировались в воду И будут там дальше Булькать Чем вы там занимаетесь Пока я не вижу А, втроем Эх Добро пожаловать Самое очевидное Что они могут сейчас сделать Это она бросится на нас Всей толпой И тут же задавить Ну вы сами понимаете Когда злодеи победят Так неинтересно Ох Так ты и есть Смотритель Который рекрутирует Миньонов для Нексолорда И я проделал Прекрасную работу Позвольте мне добавить Определенная Мерида Должна была избавиться От вас Однако Как вы смогли От нее спастись Я даже Понятия не имею Но однако Я счастлив Что вы Зашли так далеко У меня есть Специальное предложение Для вас Предложение А что еще Присоединяйтесь К там сегодня Ваши навыки На уровне Наших смотрителей Все таки Сила и слава Которую вы можете получить Просто неизмеримо Мой дорогой друг Ты безумный Почему бы мы захотели Помочь Нексолорду Воскресить Омникрона Хм-хм-хм Такие глупцы Великое возвращение Омникрона Записано В камне Вам Вы будете мудры Если будете стоять На его стороне Такими темпами Вы не сможете Спасти своего друга Который прячется В городе Роял Что ты хочешь От Элли О Вы хотите Чтоб я Вы хотите Чтоб я вам Так все рассказал Почему бы вам Не заставить меня И опять таки Битва с важным персонажем Еще и смотрителем Но уникальной музыки Почему-то нет Как-то это грустно Даже не знаю Почему разрабы Каждый раз Так решают Мы и так уже поняли Что не со всеми Смотрителями Нужно драться В игре А почему У одних есть музыка А у других Нет музыки Эх Когда играет Обычная музыка Я в принципе Не вижу смысла Затыкаться Лучше я буду Лишний раз Болтать И пытаться Что-нибудь Интересное Отметить Одна глазница Мы вместе Ему скинулись По 50 рублей Чтобы он смог Нам Выплатить За эту битву Так Ну поехали Руки вверх Это Нексагард Вы все Арестованы Где они все Цель Захвачена Я повторяю Цель захвачена Смотритель Хендрик Уже пойман нами Приготовьтесь Его Перевозить Не могу поверить Теперь скажи нам Почему вы Преследуете Элли Хм Не то чтобы Вы сможете Что-то изменить И остановить Нексалорд Должен Закончить Машину Для воскрешения У нас Не будет Шанса На ошибку Когда придет День Чтобы воскресить Омникрона Величайшие Умы Поколения Работают Вместе Чтобы вернуть Короля Монстров Хм Хм Нексалорд Поймает Вашего друга И затем Все ученые Приведут План В действие Смотритель Хендрик Отправится На допрос Вы Отлично Послужили На экзагарду Мы отправим Агентов В город Роял И защитим Вашего друга Мы советуем Вам туда Пойти Немедленно Извлечение В 3 2 1 Гениальная У вас логика Сначала Вы значит Похвалили Нам И сказали Поздравление Вы пу Дебилы Вы поймали Хендрика Поэтому Облом Вам А не Повышение До агента И затем Они говорят Одновременно Что они Защитят Нашего друга И все равно Идите Защищайте Своего друга Сами Ой блин Я могу поверить Что это происходит Нексалорд Заставит Элли Воскресить Омникрона Нам некогда Терять Некогда Терять Время Мы должны Пойти В город Роял И спасти Элли Эм Карантин Уже Отменен Мы наверняка Сможем Спокойно Покинуть Палмаю На востоке Пойдем Пойдем Я Я Я Я жду Не дождусь Конца света Ведь Я думаю Вполне очевидно По сюжету Что если мы преуспеем И не позволим Омникрону воскреснуть То сюжет Закончится Как-то не эпично Правда Эх блин Вполне очевидно Что нас во всем Ждет неудача Нексагард уже свалил Их музыка Все еще играет А толку От них все еще нет Они даже не смогли Поймать всех этих рядовых Которые здесь были Ох Как же тяжело Быть единственным Избранным Единственным человеком Который способен Что-то сделать Правда Я просто поражаюсь Так Ну в любом случае Это все достаточно Занятно И вполне очевидно Что с каждой Новой локацией Обстановка Все накаляется Так-так-так Здорово Увидеть героев Палмайи Я слышал Что вы поймали Хенрика Сами по себе Невероятно Теперь нам нужно Поспешить в город Роял И спасти Элли Я это знаю Некзагарты Отправляет агентов В город немедленно Хм В чем дело Машина для воскрешения Откуда достал ее Нексолорт изначально Кто сделал эту машину Для него У меня плохое предчувствие В общем Вам лучше поспешить Город Роял Просто идите По пути на восток Я должен вернуться В штаб Удачи вам обоим Хм Об этом есть смысл Кто-то наверняка Обеспечивает Нексолорда Технологиями Чтобы воскресить Омникрона Ух Давай пока что Сфокусируемся На поиске Рояли Хм И действительно Кто же может Помогать Нексолорду Воскресить Омникрона И кто же Это такие Высокотехнологичные Люди Которые Хвалят Нексолорда Считают его Действия Правильными И обеспечивают Его всеми Необходивыми Технологиями В то время Как они говорят Нам Что мы еще Слишком молоды Чтобы это понять Кто же Это может быть Я даже Понятия не имею Блин Ну ладно Хватит уже Дурацкого сарказма Хотя если честно Сарказм у меня получается Лучше чем обычная речь Когда я Напрягаюсь Чтобы выдать из себя Какие-то эмоции Это лучше чем Просто пытаться С Соплетающимся языком Что-то комментировать Так Ну все Вот нам тут Освободили проход И опять-таки Напоминаю Что здесь повсюду На этой пристани Действует принцип пещеры То есть повсюду Выскакивают дикие Нексамоны То есть рыбы То есть опять-таки Удочка нам нафиг не нужна Потому что рыба Сама по себе Выскакивает из воды Чтобы мы ей Накостыляли Такие дела Вот Че у нас тут есть Конечно Зайдем в порт Пограммим кораблики Это что называется Нам даже не нужно Быть пиратом Чтобы совершать Что называется Набеги на другие корабли Не Ой А вот и конкуренция Пожаловала Ты слышал Нексагард Преследует Таинственную персону Здесь Может быть это ты Не думай Что сможешь Меня обдурить Ну Паранойя Это к сожалению Серьезное дело Хотя с таким лицом Нужно В туалете сидеть Не знаю А не на людей нападать Ой О Неплохая Эм А кто это вообще Я плохо разбираюсь В птицах К сожалению Все время забываю название Мм Ладно Не важно Милый тюленчик Эх Обожаю тюленчика Из покемон Санмун Но тут у нас К сожалению Тюленчик Нас немножко Оглушил Мать его Нужно каждый раз Тратить дополнительный Ход И получать еще больше Звездулей Ха-ха-ха Лошара промазал Эх Как же здорово От всего уклоняться Хоть я до сих пор Не знаю Почему это так Работает легко В нашу пользу Но не в пользу врагов Опять уклонились Мы почти всегда попадаем А На каркал Блин Мы всегда попадаем И мне дали за это пинка Эх Бедный скульсик Придется ему теперь Зализывать раны Хе-хе-хе Нет Уходи Я сейчас же вызываю Нексагард Ну И где Нексагард Я стою жду Вот же курица Стоит тут Гонит Кстати Знаете что Я думаю Иногда нам нужно Отключать репеллен Как раз вот на такие случаи У нас буквально Там не хватает Пара единиц опыта Для Получения уровня И восстановления Всех наших навыков Ой Всех наших статов Блин Опять убивать бобрика Прости наш бобрик стартер Эх Грустно Вот видите Левелап Мы опять тут же вылечились Поэтому это выгодно Делать иногда Если после битвы с тренерами У нас не удалось Левелапнуться сразу же Ну все Теперь двигаем дальше Здесь главное Ничего нет вообще К сожалению Эх Декорации классные А вот действующих лиц Маловато в целом Хотя с другой стороны В покемонах Их наоборот слишком много Поэтому я в предыдущем Летсплей покемонов Даже не стал ни с кем общаться Кто не относится к сюжету Потому что Нафиг они все нужны Мне хватает Мне хватает вот такого Небольшого количества НПС На востоке Город Роял То есть Идти придется Идти придется Недалеко Яр Не думай Что можешь Просто пройти здесь Не заплатив Мне за проход Все должны платить Свою дань Ты не исключение Яр Мне интересно Как этот старый жлоб Там тряс Нексагардов Которые Которые здесь проходили Вообще Каким надо быть Жадным идиотом Чтобы таскать Судук У себя на спине Постоянно Вот же извращенцы Вот кстати А вот и спург Ну я все время Обращаю внимание На спурга В том числе Потому что Он у меня Один из Нексамонов Которые были Со мной В предыдущем Прохождении Я их С собой Таскал Постоянно Определенную команду Не из стартеров А из обычных Нексамонов В основном Так Час 5 Прорезовали Кстати Нужно купить Нужно купить Все вот эти лечилки А то бабла полно Я его не использую И кстати Да Финальная эволюция Еще одного Нексамона Аристокан Похож на Хончкроу Хоть я и понимаю Что это Тукан А не Ворон Но все таки По раздувшемуся Пафосу Однозначно Его напоминает А вот это Чистая калька С Как он Назывался Каракоста Кажется Да Да Каракоста Из пятого поколения Тоже черепаха Стоящая на двух ногах Ну или может Просто совпадение Правда А вот земляная акула Это определенно Что-то неожиданное Потому что От такого Нексамона Ждай Что он будет Водным А не каменным Ох жесть Ну главное Что все складываются От пары укусов Или одного выстрела Ах Как же я это люблю Эх Че Можешь пройти Бесплатно Но в этот раз Только в этот раз Спасибо Еще и у тебя тоже Стыры бабла Немножко Хи-хи-хи Теперь я в итоге Снял с него Плату Точнее Снял с него Сливки Что называется Тут еще есть С кем подраться Ну хотя бы В этой серии У нас не будет Такого Такой скуки Чтобы не с кем Было Махаться И лишний раз Показывать Нашу крутость У тебя уже есть Удочка для рыбалки Я поймала Целую кучу Водных Нексамонов Своей удочкой Посмотри Ой Знаете как хорошо Что я могу просто Спокойно вырезать Весь этот кашель И вы его не услышите Эх Я понимаю Что нужно по идее Его лечить Но с другой стороны Мне так не хочется Бросать прохождение На середине Я уже хочу Пройти эту игру И ой блин Нужно лечиться опять Ой А с другой стороны У меня теперь есть Реальный повод Использовать все Своё барахло Все свои лечилки А то он у меня Каждый раз копится Копится без толку А так Хотя бы в игре Я могу постоянно лечиться Вот в реальной жизни Так не получится Просто бахнуть Чего-нибудь хорошего И все И вылечиться От всех этих кашлей От всех этих проблем С голосом И прочим Ах Зато мой фетечка Растёт Что называется На радость мне Ах Полагаю Водные Нексамоны Не такие уж великолепные Но рыбалка Всё равно весёлая Тебе стоит получить Удочку Перед тем Крутик Уйти из полмайи Да Это мы уже сделали Ещё один Золотой Нексатрап Было бы ещё На ком их использовать В этом-то прохождении У нас уже Все есть Кто нам нужен Ой стоп Тихо-тихо Чуть не упустил Мусорное Бесполезное зелье Которое даже нельзя продать Потому что торговец Не принимает ничего Эх Облом Облом Ну что В принципе Я думаю Здесь надо бы и сохраниться Как раз Там дальше у нас Ещё будет часть пристани Давайте сейчас Знаете как Сохранимся Потом загрузим Бэкап предыдущего Сохранения И посмотрим Что же будет Если мы проиграем Нашей Эм Новой подружке Так сказать Так Поехали Давайте проверим Что же из этого выйдет Если мы Три раза промажем Хе-хе Не волнуйся У тебя всё ещё есть шанс Победить меня Не сдавайся Давай-давай-давай Ещё разок Ты вообще пытаешься? Ну же Я даже не играю Серьёзно Всё Мы проиграли Ой-ой Что же сейчас будет Неужели гейм-овер? А Нас просто выкинуть За пределы Арианы И нам придётся заново Перебегать на неё И заново сражаться с ней Ну как-то это скромновато То есть по факту Тот же гейм-овер Только без экрана гейм-овера Эх Ну как видите Проиграть мы здесь не можем Просто услышать Пару дополнительных реплик И всё Ну славно Славно И так сойдёт Я в принципе Не хочу лишний раз Видеть как мой Персонаж унижается Учитывая Как его и так Все любят унижать постоянно И недооценивать его Крутость Которая должна спасти мир В дальнейшем Но пока что Давайте немножко отдохнём И в следующей серии Продолжим двигаться К спасению мира Продолжение следует...